21 сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы. Дева Богородица родилась из рода архиерейского, приносящего благовонные жертвы Богу. Отец ее, Святой Праведный Иоаким, был из рода Давидова. Мать ее, Святая Праведная Анна, была дочерью священника Матфана из племени Ааронова. Отсюда получается, что Пречистая Дева по отцу была рода царского, а по матери архиерейского. Важно и то, что Пресвятая Дева родилась от целомудренных родителей, что выше всякого благородства. День, посвященный рождению Девы Марии, был установлен в IV веке. На Руси у него несколько названий – Малая Пречистая, Осенины, Оспожники, Спожонки, Госпожонки. Он совпадал с осенним праздником урожая, который отмечали в течение недели и проводили время в забавах, песнях, встречах и застольях. Осенины старались встретить у воды. Утром женщины шли к водоемам с хлебом и солью, где исполняли песни во славу Богородицы. После разламывали хлеб, чтобы каждая досталась по куску. Этот кусок хлеба относили домой, чтобы покормить скотину. Была распространенная такая традиция. Родственники приходили в гости к молодоженам и смотрели, как они живут. А молодой хозяйке нужно было обязательно накормить гостей и подарить им испеченные для этого случая круглые пироги. В свою очередь хозяин должен был показать инструменты, упряжь, житом в амбарах, которые бы подтвердили его деловитость и заботу о семье. Сегодняшний день часто называли второй встречей весны. Пасечники сегодня убирают пчел с пасек. Продолжалась и луковая неделя, во время которой не только убирали лук, но и использовали его в пищу. Приметы. Хорошая погода сегодня к теплой осени. В этот день рекомендуется сходить в гости, посетить родственников. Сделать такой целебный, один из целебных завтраков. А именно, я буду использовать, конечно, проросшую пшеницу. Вы видите, какая проросшая пшеница. Великолепно проросла то, что надо. Выклювочки отличные. Так, я буду использовать болгарский перчик для того, чтобы у меня нагадки лучше росли, кожа была в хорошем состоянии. А самое главное, чтобы мои сосуды, кровеносные сосуды и связки с возрастом не черствели, а становились эластичными. Это немаловажно. У многих ногти хрупкие. Из-за чего? Ну, потому что не хватает кремния. А где его взять? А вот как раз перчики будут давать болгарский. Далее я буду использовать клюкву. Клюкву я уже измельчил. Такая получилась у нас своеобразная паста. Но, самая свежая, самая лучшая, как раз она мне даст необходимые вещества для того, чтобы организм был устойчив к неблагоприятным погодным влияниям, чтобы меня простуды не брали, гриб, чтобы очищалась моя кровь. Также нормализовалась работа желудочного кишечного тракта. Хорошо работали почки, печень. Не образовывалось никаких камней, поэтому я сделаю сегодняшний такой завтрак свой с клюквой. Ну, естественно, мед. Мед я беру цветочный. В нем полным-полно различных биологически нужных для организма веществ. И мед как раз все это соединяет, богатство, которое имеется здесь в этих продуктах. И лучше доносит до тех мест в организме, которые в этом нуждаются. Поэтому медочек немножечко, но всегда нужно использовать. Я использую ряженку в качестве основы, которая все это вберет в себя и будет, так сказать, носителем. Также творог, творожок, полноценный белок. Полноценный бывает только у куриного яйца. Поэтому это второй по своей полноценности белок. Мало чем уступающий куриному яйцу. Вот. И, естественно, блендер, на котором я все это буду делать. Итак, подготавливаем. Я подготовлю болгарский перчик. Вот. Отрезаем серединку. Выбрасываем лишнее, ненужное. Измельчаем. Такое количество перца, конечно, трудно съесть. Но, тем не менее, можно. Зато вот в нашем целебном завтраке, который можно приготовить на всю семью из четырех человек, это можно сделать легко и просто. И все у вас будут красивые и здоровые. О чем мы печемся, но на самом деле ничего-то не делаем. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч!